Привет, я Никита Власов и вы смотрите тележурнал «Виртуальный мир» на телеканале ТНТ «Онега». Новости из мира передовых технологий ждут вас в ближайшие пять минут. Американец по имени Остин Хогварт сконструировал и испытал беспилотник с огнеметом. Самодельный дрон представляет собой мультикоптер с восьмью роторами. На его раме закреплен небольшой бак с горючей жидкостью, насос, распылитель и горелка. Как отметил создатель, все детали для сборки беспилотника можно найти в свободной продаже. Видео, демонстрирующее возможности дрона-огнемета, Хогварт разместил на YouTube. В четырехминутном ролике дрон поджаривает праздничную индейку, обдавая ее мощной огненной струей. А установленная на беспилотнике камера позволяет частично наблюдать процесс от первого лица. В полете дрон ведет себя не очень стабильно. Причиной тому может служить как сам огнемет, так и бак с горючим, который увеличивает вес и парусность аппарата. Отметим, что это не первый подобный дрон, созданный американским энтузиастом. В июле этого года Хогварт продемонстрировал беспилотник, стреляющий из боевого пистолета. Американский инженер Ален Пен сконструировал световой меч из «Звездных войн». Роль лезвия в оружии исполняет струя горящего топлива. Видеозапись с демонстрацией работы устройства автор опубликовал на YouTube. В рукоятке самодельного светового меча размещен баллон с топливом, в котором смесь ацетона и метанола. Баллон с топливом отделен от форсунки 3D-печатным экраном. Для поджига горючей смеси используется нехромовая нить. На рукоятке установлена кнопка подачи топлива, которая также управляет звуковыми эффектами. По умолчанию устройство выдает струю, которая горит голубым пламенем. Однако при добавлении в топливо горной кислоты можно добиться изменения цвета лезвия меча на зеленый. Судя по видео, световой меч может выдавать горящую струю длиной до 1 метра. Еще один американский поклонник «Звездных войн» создал что-то похожее на кинооригинал. Оружие, способное поджигать лучом домашнюю утварь. Сообщается, что это мощный лазер с толщиной луча в 9 мм, работающий на двух батарейках. Себя изобретатель называет «лазерным парнем сделай сам». Рукоятка светового меча, похожая на фонарик, включается нажатием кнопки и выпускает тонкий луч лазера, который легко прожигает бумагу, зажигает спички и шарик от пинг-понга. Скептики, комментирующие видео, отметили, что изобретение, конечно, крутое, но его сила по-настоящему не проверена, пока им не сразились против темного лорда ситхов. И, как добавляют эксперты, несмотря на внешнее сходство, представленное изобретение имеет очень немного общего со световыми мечами джедаев из вселенной «Звездных войн». Американский потоковый сервис Netflix придумал для своих зрителей оригинальное устройство, которое сможет поставить видео с любимым сериалом и фильмом на паузу, когда те уснут. В Netflix не только собрали прототип, но и предоставили исчерпывающую инструкцию о том, как сделать такое устройство самому. Устройство это высокотехнологичные носки. Для начала теплые шерстяные носки рекомендуется связать, ну или найти готовые экземпляры. В качестве детектора сна предполагается использовать акселерометр в связке с аккумулятором на 500 мАч, платой Ардуино и инфракрасным датчиком. Именно он будет сообщать телевизору, что надо остановить кино. Для корректной работы устройства сначала придется немного походить в заряженных носках или обратиться для настройки к знающему специалисту. На сегодня, пожалуй, все. На этом я, Никита Власов, прощаюсь с вами. Увидимся снова уже через неделю. Там и посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире современных технологий. Пока! Генеральный спонсор программы ООО «Связь-сервис».